Итак, мы начнем с вами изучать книгу Откровения. Итак, книгу, как утверждает, написал апостол Иоанн. В некоторых фрагментах из книги Откровения мы находим как раз ссылки на то, что автором является Иоанн. Кроме того, вот это упоминание его заключения на острове во время правления императора Домициана также соответствует тому, что было написано у ранних отцов об этом историческом периоде. В соответствии с этими преданиями ранних отцов церкви он находился в заключении на острове Патмос, римское место заключения. Там находилась тюрьма. Он находился в заключении с 94 по 96 годы нашей эры. И вот это вот время пребывания на острове вот эти годы соответствует также и его возрасту. Считается, что ему было больше 90 лет в это время, однако он находился в достаточно хорошем физическом состоянии. Есть различные мнения относительно того, когда была написана книга Откровения Иоанном. Некоторые считают, что это в конце первого века произошло. Однако есть те люди, которые считают, что книга была написана во время правления императора Нерона. А Нерон правил с 54-го года по 68-й год. Естественно, вы знаете о том, что Нерон выступал против христиан. Почему есть люди, которые считают, что именно в этот период была написана книга? Потому что не указывается в ней, а не упоминается разрушение Иерусалима, падение Иерусалима. Вы знаете, что разрушение Иерусалима произошло в 70-м году нашей эры. И вот приверженцы точки зрения, что эта книга была написана в период Нерона, говорят, как же могла быть эта книга написана евреям? И он ни разу не упоминает о том, что произошло падение Иерусалима. Такое не могло быть. А вот эти сторонники этого взгляда придерживаются так называемого ретроспективного подхода. Или есть такой подход к толкованию, который называется частично ретроспективный. То есть те люди, которые относятся к этой ретроспективной точке зрения, они считают, что события, описанные в книге Откровения, произошли рано, то есть где-то в первом веке, во время существования Римской империи. Однако, отцы ранней церкви подтвердят тот факт, что все-таки позднее была написана эта книга. Очень часто богословы рассматривают различные точки зрения к толкованию или различные подходы к толкованию книги Откровения. И поэтому каждый автор, который приступает к толкованию книги Откровения, выбирает один из этих подходов и пишет свои произведения с одной из точек зрения. И вот одна из популярных точек зрения, о которых мы говорили, это ретроспективная точка зрения. Итак, еще раз, ретроспективный подход представляет Откровение, как описание событий, происходивших в первом веке, в период существования Римской империи. И все события, которые были описаны в книге Откровения, считаются, что они как раз произошли, но вот в одном месте, в Римской империи, то есть они были локализованы. А есть еще одна точка зрения, которая называется летописный подход. Летописный подход рассматривает Откровение, как панорамную картину истории Церкви. Другими словами, можно сказать, что события, которые описываются в книге Откровения, они символизировали различные события, которые уже имели место и в истории, на протяжении всей истории. Другими словами, вот этот подход считает, что фактически все события, почти все, уже произошли в истории. Следующий подход к толкованию называется идеалистический. Идеалистический подход представляет эту книгу, как картину космической борьбы между силами добра и зла. С этой точки зрения книга не содержит ни исторических событий, ни пророчеств о будущих событиях. А в их представлении книга Откровения становится просто сборником различных рассказов, цель которых – преподать духовную истину. И последний подход называется футуристический. Футуристический подход требует воспринимать Откровение, как пророчество. Другими словами, тогда в книге Откровения говорится о тех событиях, которые должны еще произойти в будущем. Я прочитал несколько толкований по книге Откровения. И в моем считании, единственный подход, который действительно имеет смысл – это футуристический подход. Если вы хотите более подробно рассмотреть различные подходы к толкованию, то вы можете обратиться к систематическому богословию Уэйна Грудема. Он как раз рассматривает все эти подходы. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com. На этом курсе мы с вами не ответим на вопрос, когда вернется Иисус Христос. Я не знаю, как в России, но в Америке люди просто зачарованы тем, чтобы угадать вот эту вот дату. Мне вот 55 лет, и я вот за свою жизнь уже видел несколько таких попыток предсказать точную дату возвращения Христа. Мне говорили, что это произойдет в 1975 году. Септембр 11, 1988. Септембр 11, 1989, когда 88-й год не работал. В 89-м году еще, 11-го сентября, то есть когда одна дата не срабатывала, то назначали другую дату. Двухтысячный год был годом ожидания. Когда компьютер был supposed to crash. И все рухнет. И в соответствии с каким-то календарем майя, это вот дата теперь приходится на 2012 год. Мы можем подождать 2012 года, посмотрим, что произойдет. Но мы также с вами знаем, что все остальные предсказания до этого времени не сбылись. Поэтому, если кто-то из вас ожидал, что узнает, когда же произойдет возвращение Иисуса Христа, на этом курсе, то вы наверняка разочарованы. Если кто-то думает, что книга Откровения была написана для того, чтобы указать нам определенное время, то мы с вами заблуждаемся. И очень часто в поисках таких вот деталей, которые могли бы привести нас к конкретной дате, люди не видят основного содержания и главной идеи самой книги. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok